день добрый дорогие мои продолжаем катать его так симулятор 2 версии 146 с вами олег драйвер давай дорогу что у нас сегодня происходит где я нахожусь и нахожусь я в украине впереди полтава сзади харьков так везу две емкости вот у меня такой замечательный камаз 53212 заехал сюда на заправку только что закончил писать предыдущий видос дизель на этом камазе 400 лошадей 16 коробочка zf прицепа гкб что машина чтобы что и прицеп прекратили выпускать эти модели и прицеп и автомобиль в 2001 году так что друзья мои сейчас заправляемся и едем дальше так 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 сейчас пообедать надо время почти 12 сейчас как раз до часу вот тут стояночка есть тем более заправка такая неплохая тут всегда в таких заправках такого типа всегда есть что откушать поехали дождик как поливал так и поливает но разве нам это помеха так нормалек нормалек красавчик кто молодец я молодец так все обедать и в час выезжаем отдохнем и нормально я сама с опережением еду так вкусненько отобедал просто обалдеть посидел отдохнул прям целый час сидел там телевизор смотрел новости разные в телефоне позалипал отобедал хорошую такую порцию украинских вареников со сметаны вот такой глиняной тарелки и такая ложечка такая хорошая такая сметанка прям вообще зачет так ну что час дня пока сидел отдыхал обедал дождик прошел здесь на югах дожди начинаются быстро и заканчивается быстро бывает конечно там циклон как залепит от души а бывает нормально так раз резко дождь прошел и снова солнце украина юг что вы хотели расцветка кузова же автоблокидная тент и синий синий металлический кузов так вот неправильно 54 10 написано это 53 212 кабину что летнего взяли до вляпали сюда бак-то где-то литров на 500 у меня получается так так ну что друзья я готов готов отправляемся путь дождь и закончился только-только он еще капельки на стекле не высохли маленько смахнем вот так но сбором так я уже говорил что веду в кишинев везу две емкости общий вес где-то тонн 10 получается с небольшим ну давай давай смелее я-то вообще еле-еле еще 30 . только волокусь сейчас остановится и не будет обгонять да ты чё издеваешься что люблять у меня даже 40 километров в час нету не мог меня обогнать на такой машине вот ты даешь вася так времени на запись видео у меня совсем мало должны отключить на полдня электроэнергию в доме замена замена счетчика электрического входящего на весь дом который счетчик идет нет счетчик будет так вот надо где-то примерно уложиться в полчаса хотя бы если раньше времени не вырубят поэтому еду и сохраняясь почаще быстро сохранял очку раз раз чем чаще тем лучше товарищ один комментарий написал видео топ вообще красавчик все четенько красиво но что-то он про кабину написал на его взгляд слово-то какое-то слушай сейчас не вспомню что в кабине что-то не то что ты друг имел прозетку что ли что-то хотел сказать попростите потому что другого здесь ничего такого вообще нету чтобы ты мог назвать зашкваром ну я не стал этот комментарий убирать держите средней затем поверни товарища высказал свое мнение полтава ну я же не стану никого убивать за его мнение может быть георгийская ленточка тоже для тебя зашквар для меня это символ победы это символ огня символ дыма мой дедушка моя бабушка приложили немало усилий приготовьтесь к повороту налево чтобы приблизить победу на западной украине громили бандерцев но после известной месте как я уже как я уже говорил после известной амнистии хрущева им пришлось из западной украины уехать она она наверное к лучшему все что не делается все к лучшему там какой-то конфликту деда вышел по службе из-за этого и чтобы под трибунал его не отправлять а конфликт вышел вот по ходу после этой амнистии ему предписание на урал хотя сам он с гусь хрустального бабушка с иванова могли бы поехать допустим куда туда там вы родня и у деда еще оставалось у деда родня оставалось еще в тех степях да и у бабушки тоже то есть где-то там могли поселиться ну смотрите так как моя судьба сложилась я нисколько об этом не жалею что мы на урале тут живем но у нас ярко выраженные ярко выраженные климатические зоны такие климатические ярко выраженный климат весна так весна осень так у нас нормально золотая осень поначалу теплое бабье лето потом обычно всегда так бывает потом золотая осень поперла а потом все окна и берет в конце октября пошли и моросящие осенние эти нудные дожди все равно в этом какая-то прелесть есть вы когда-нибудь гуляли по лесу осенью золотой золотой и я не не я не успел не успел сукин кот да та 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 бла 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 и по красному прошелся ладно когда-нибудь гуляли вот когда уже все листья падут и легонько так дождик выросит под зонтиком так идешь по звончику кап 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 и тишина в лесу птицы уже все не поют уже тишина лес приготовился зимовать вот-вот уже скоро пойдут снега первые морозы и вот такой мелкий моросящий дождик блин если бы вы знали как вот даже вот в это время казалось бы такое что там хорошего в лесу делать чтобы интересного есть да а даже вот в это такое начинающиеся безмолвие хотя какой там безмолвие и зимой даже там жизнь кипит в лесу там постоянно слышно дятла трим-тым-тым-тым-тым по деревьям долго даже у меня на другом канале у меня есть видосы я снял дятла как он дерево лупашек прям колотит колотит щепки такие только корочку так корочку древесную так раз такой кусок отбил чик-чик там что-то поклевал съел видать личинку раз дальше лупашек есть такой видосик у меня так что и зимой жизнь кипит зимой вообще по кайфу гулять морозная тихая спокойная погода или снег идет и относительно не холодно скажем градусов минус пять минус десять вот так вот и снежок такой пушистый болеем как это классно но сейчас пока лето июль месяц в любое время года вот я уверен по лесу гулять классно но единственно не люблю гулять поле по лесу welcome to кременчуг родина краса не люблю гулять по лесу когда на улице духотища в лесу конечно по прохладней но ветра как бы внизу нет вроде немножко прохлада есть но воздух стоит если еще и влажность а у нас на западном мурале именно такая погода то и есть если духота под тридцатку если ломит то у нас обязательно душно высокая влажность и мне такая погода блин вообще капец как мне нравится я люблю когда оптимально 22 25 вот это мне погода очень нравится максимум 25 градусов вы все шикарно если еще ветерочек такой свеженький будет вообще по красоте как говорится в одной замечательной песни у природы нет плохой погоды каждая погода благодать дождь ли снег в любое время года надо благодарна принимать надо благодарна так и есть надо благодарить небеса господа что ты жив что-то проснулся сегодня вот твои руки на месте сам кушаешь сам ходишь сам видишь все сам замечательно это же хорошо когда все ты можешь делать сам а мы встаем иногда по утру даже своей половинке иногда добрым утром не скажем а это ведь не трудно это не трудно зато капец как приятно с добрым утром поцелуйчик обязательно и я еду обычно всегда готовлю завтрак иногда вместе готовим и ну там как-то получается кто как-то бутеры делает кто кофе ставит обычно иногда или вместе готовим или как или обычно супруга допустим к примеру готовит завтрак а я в это время кошку кормлю она уже в это время все сидит на кухне глазки на тебя пучкает смотрит у нас шотландская прямоухая красивая полоса . такая смотрит и пятачок свой спереди смотришь морда как морда посмотришь ее сбоку чистой воды бульдог английский такой хрюндель такой прибитый кирпичом в голову так скидыш в нос так заехали и такой хрюндель сбоку так вот смотришь челюсть немножко шерсть на челюсти так на нижней немножко вперед торчит и как будто челюсть так выпирает а нос такой вмятый туда спереди смотришь вот фас фас про кошка 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 нормально да не так нормально прикольная конечно ой своими равна я вот признает только нас супругой все капец и и все и никого нахрен больше признавать не хочет все на дочь на внука на зятя на всех у нее однако ну иногда какое-то время она потерпит внук ее как затискает допустим возьмет и она шипит во всю матушку орать начинает но это как бы так не царапает его даже если она лапой его стукнет то когти не выпускает и допустим если дочь ее донимает она тоже огрызается такая прям аж со слюнями брызгает шипит такая брыгает на нее но лапой стукнет а когти не выпускает вот смотри да вот насколько вот котяра вот такая насколько умная такая не дурная просто башка так когтями шарахать во все стороны ну бывает играючи когти выпустит играясь так вот раз может поцарапать но это не специально там со злобой или как ну заигралась девка и такая сразу такая цыкнешь так на нее раз такая присела уши такая прижала такая но не убегает ну потому что мы не гоняем ее ногами не пинаем никогда ну это ужас это совсем уже полная жопа зашквар животных так вот мутузить пиздить зачем тогда вообще их заводить если ты такой злой зачем тебе вообще животные чтобы злобу на них вмещать что это же дурдом больной человек только так может делать пиздить собак животных зачем ты заводишь их заведи боксерскую грушу повешай и пизди ее от души она тебе вообще никак не ответит но только может качнуться хорошо и припечатать ты тыдыщ отвернулся хлопки по затылу и все красавчик получил задачу приготовьтесь к повороту направо так время четыре часа так надо болен время посмотреть тихо 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 поверните направо с таким запасом поворачиваю так что у нас по времечке то так еще без 20 придется наверно тогда я хотел побольше писать по ходу по времени не успеваю придется оттормознуть запись но раз объявление управляйка написала что выключают электричество то значит выключат да ладно хоть не в выходной день ну а когда все такие рабочие работы все равно в рабочей не проводится что-то мне камазик так слушает зашел есть конечно свои неудобства когда маневрируешь с такой сцепочкой но я думаю пока слушать менять не буду пока наверно поездим да здесь у меня на примете мод фритландер классик флд нет не классик ну классик флд но у него эта модель не классик xxl у которого передний мост прям сразу за бампером стоит а флд у него такой более обтекаемый бампер и маленько передний мост смещен к кабине то есть база получается поменьше чем чем у xl мне нравится эта машинка может быть я бы еще если бы если вот эту сцепку взять убрать другой мод взять чтобы таскать дефолтные груза тихо 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 тих будет не надо там под 700 к был движок сюда ставить есть в этом как бы такой такой знаешь дух аутентичности такой не сильно мощный но достаточно чтобы ездить конечно 210 лошадиных сил ставить сидельный тягач это моветон и коробка еще десятку в лупе да вот это будет весело поэтому такой более-менее не сильно навороченную все-таки 400 лошадей 16 коробка подъемы с ней более менее нормально но садится машина конечно но подъемы все равно идет нормально напишите какой бы вариант бы хотели этот 53212 пока покатать или 5410 с сиделочкой как вам чем наметили крапивницкий что за городок такой большая река широкая кто-то есть кто-то есть с этих мест напишите в коменте похоже нет вот эти места вот этот город крапивницкий вот эта река похоже не поверните не а чуть туда не повернула ничего вот тут дорога так никого хотя бы немного эти места похоже нет напишите кто вы кто здесь бывало хотя бы никто здесь живет кто в украине живет я знаю есть у меня украинские подписчики не кидайтесь какашками в меня за то что я топлю за донбасс за луганск я же не называю вас всех врагами для меня враги нацики националисты которые ходят с крестами проповедуют вот этот лозунг убей каждого русского я же не проповедую убей даже 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 я же не выступаю против тех украинцев которые не согласны со мной но они не поддерживают вот эту идею не поддерживают эту фашистскую идеологию выступают против россии но не поддерживают нациков выступают за свободную независимую украину в составе европы да ради бога ребята ваше право это ваше суверенное право идти в европу идите но только вот без этого оголтелого дебильного национализма никогда вот такой национализм фашизму никогда пользу государства не приносил ну что с германией стало во что она сейчас превратилась благодаря фашистам германия разорена из независимого государства превратилась сейчас в вассала это все из-за второй мировой войны но более-менее после второй мировой но она на какие деньги она восстановлена была кому она осталась должна американцы заплатили вернее не заплатили отдали денег а потом еще до хера заработали на этом так что если бы не фашизм сейчас бы европа была бы совершенно другая германия была бы мощная сильно независимая и америка бы так бабок не заработала бы не поднялась бы на этой войне эти как шакалы сука они в любой момент американцы были заработают опять же говоря американцы не имею ввиду весь нормальный дорог это прежде всего вот правящая золотая сука элита под его якорем в корму нормальные люди вот просто хотят вот нормально жить обычные простые люди работать жить спокойно ездить друг другу в гости хотят общаться песни своих стран петь а вас украинцы обозрили против нас неужели вы не понимаете кто это делает и почему это всегда так было всегда западная европа хотела украину настроить против россии а мы что вас агар что вас что россия ограбила что ли да ни хрена себе новороссию ленин к вам присоединил та часть территории которые которые всегда была российской крым вам это самое отдали хруч отдал крым ни хрена себе плохо мы для вас сделали да вы ленина боготворили должны а вы его памятники сносите он вам довороссию присоединил он в нарушении всяких законов да вы памятники ему сносите у вас национальным героем должен быть хручева боготворить должны крым вам присоединил а потом еще и ельцина когда в девяносто втором году не украина не россия крым брать не хотели а забирайте крым себе ну ладно уж взяла украина крым это пипец какой вообще это вот я понимаю почему на ющению ельцин так действовал что крым отдал снова еще раз отдал украину понятно в белом доме там сотрудники госдепа целый этаж занимали если бы не вот эти все но жили бы мы нормально как нифиг делать славянский народ белорусы украинцы русские у нас одни корни мы славяне только в зависимости от того где мы живем культура изначально этих народов коренных кто там жил а нас она все равно на нас влияет разумеется это надо вот больным человеком быть чтобы на полном серьезе написать учебники по истории что великие укры выкопали черное море нормально нет выкопали а до этого моря здесь не было тогда и босфор тоже вы построили канаву ну потому что надо же в средиземной баллы в средиземном море надо было выйти да поэтому черное выкопали заодно канал босфор средиземные красавчики да я не издеваюсь я не злорадствую просто вокруг вот столько вот этой всякой шелухи которая просто мешает нормально людям жить нормальным простым людям мешает нормально жить политические амбиции тут эти рулят там эти рулят все свою какую-то выгоду все хотят эти хотят эти этих поймите этих этим на злу тем блять а по итогу то страдаю мы простые люди нормальные то что политики политики наворочили нам простым людям приходится разгребать воевать убивать друг друга приходится то что сейчас происходит что наш президент делает я это поддерживаю вот зетка на лабаше тому знак по другому просто нельзя нас вынудили и не говорите что мы напали на украину просто башкой своей подумайте что было изначально мы напали на украину или вы пришли убивать русских в донбасс и луганск ну вот что на минуточку сначала было это специально вас обозлили против нас чтобы именно ситуация вот настолько накалилась вот вот такая ситуация была так короче понеслась опять про политику все и так прекрасно все понимают а кто не понимает тому уже никогда не объяснить уже на этой злобе к россии не одно поколение украинцев растет но почему то вот смотрите вам в школе вот молодым украинцам вам вдалбливают в голову что россия враг россия враг еще еще до четырнадцатого года что мы вам плохого то блять до четырнадцатого года сделали да мы пошли с четырнадцатого года пошли защищать донбасс и луганск да это был оружием помогали всем кто бы что не говорил да помогали благодаря российской помощи в четырнадцатом году под Иловайским котлом чуть вся армия ваша не накрылась медным тазом опять наши сплоховали не просчитали америкосов а надо было на упреждение не договариваться влупить сразу уничтожить армию и уже с этой позиции уже разговаривать полная деноцификация и так далее даже путин сам с этим согласился надо было еще раньше а за это время будьте любезны до двадцать второго года как армия украины была подготовлена американцы подготовили бы здоров как оружием инструкторами армию готовить так что все это специально было сделано чтобы максимально обозлить чтобы столкнуть россию украину и мы все дружненько по воле американцев пошли как овечки на заклане вас выхода у русских другого нет а что нам еще делать оставалось если бы мы позволили бы нацикам стереть бы с лица земли донбасс и луганск все репутационные потери у россии колоссальность нам вообще бы дело даже никто бы не стал иметь так как вы нужны если вы кому что вы можете обещать кого вы можете защитить если вы даже своих русских этнических донбассе у луганских защитить не можете так что у нас не было другого вывода нас подвели к этому нас подвели к этой черте нам пришлось принять такое решение думаете что нам удовольствие доставляет что лети на украину воевать ну что удовольствие испытываю когда наши братья сын и друзья наши погибают на фронте сейчас вроде прикола что ли мы пошли так а пойдем повоюем по большому счету не нужна эта война никому подвели к такой черте когда уже все край но уже договариваться никто не хочет уже другая сторона мы бы и рады договориться после начала конфликта все уже начинались переговоры а то зели по башке настучали какие нахуй переговоры и все все весь переговорный процесс был сорван эта война бы еще закончилась бы раньше а сейчас все уже настолько далеко уже конфликт зашел так ну что время девятый час сохраняемся болен мне бы успеть до какой-то стоянки слушать доехать прежде чем электричество выключат и встать давай 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 загружайся и чуба вот так нас так все понял есть заправка успеть доехать туда сохраняемся почаще если успею доехать то замечательно так друзья долго прощаться не буду ах ты что вы мать а бляха муха уже время z сохраняемся сохраняемся не успеть бы доехать у меня максимум несколько минут если ровно пойдут подключать так-то уже по нолям давай 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 друг мой мне бы успеть только игру выключить и все так что друзья уже давайте сейчас попрощаемся спасибо что были со мной оставляйте комментарии оценивайте это видео подписывайтесь на канал дайте в колокол чтобы быть в курсе выхода следующих новых видео переходите по ссылкам под эти видео на мой плейлист и с 2 реальная экономика и на мою страницу вконтакте вконтакте полно скинов по евротракт по америке и конечно же по сыгровой россии так а я буду стараться сейчас успеть на стояночку на всякий случай попрощался мало ли сейчас электричество вырубят у меня без перебойника нет так сюда заезжать нам нельзя вот сюда надо так вот стояночка все-все-все-все-все-все встаем 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 успеваем все на отдыху на отдых на отдых так да ёб затормозить не успешно ты чё красавчик так все друзья всем спасибо всем пока надо успеть комп выключить до новых волнующих